Продолжение следует... 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 из-за этого теряется, то есть у нас где-то чего-то не хватает, и по объективным, иногда по каким-то субъективным причинам, и поэтому мы не знаем, откуда развился первичный очаг, откуда развились метастазы, что явилось первичным очагом. Эпидемиология. Я специально приведу несколько различных стран с тем, чтобы показать, насколько варьируется вообще эта проблема, и насколько она действительно неоднозначна. Вот американские данные, это за 2000, ну это уже начало 2010-х годов, скажем так, 2014-2013 год, и в Америке заболеваемость составляет 4,1 на 100 тысяч населения. Это речь идет об эпителиальной опухоли безвыльного первичного очага, сюда не входит метастатическая меланома, метастатические герминогенные опухоли, метастатические саркомы безвыльного первичного очага. При этом в Америке наблюдается последовательное снижение заболеваемости, как сами американцы отмечают, что это связано с улучшением диагностического поиска. При этом заболеваемость, она драматически увеличивается с возрастом. Между 50 и 59 годами составляет 8,9 на 100 тысяч населения, а после 80 почти 50 на 100 тысяч населения. Понятно, что это связано в первую очередь со сложностями обследования в группе больных преклонного возраста. Если мы посмотрим по гистологическим типам, то наиболее часто встречается аденокарцинома, приблизительно в 3 раза чаще, чем плоскоклеточный рак. Неспецифическая форма, когда не удается сказать, это плоскоклеточный или аденокарцином или недифференцированный рак, где-то 1 на 100 тысяч населения. И без морфологической верификации оказывается почти четверть всех пациентов. При этом, по американским данным, мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. Хотя плоскоклеточная форма у мужчин встречается чаще, чем у женщин. Что происходит в Америке? Что заболеваемость очень сильно варьирует, в том числе от социальной группы. То есть у бедных слоев она встречается чаще, по статистике, чем у богатых. Понятно, причина этого, что бедные хуже обследованы, нежели более обеспеченные слои населения. У пожилых людей проблемы с верификацией, проблемы с сопутствующей патологией зачастую оставляют диагноз неясным. И это приводит к попаданию этих пациентов в эту группу безвыльно-первичного очага. Самое интересное, что это плавающая патология для статистики. Потому что после выявления первичного очага, иногда это происходит через годы, пациент переходит в другую статистическую группу уже какого-то конкретного вида опухоли. Поэтому мы видим изменения периодически структуры статистики. Статистика при этом очень варьируется даже от стран, причем даже высокоразвитых, что вероятно связано с различиями в организации системы здравоохранения и возможностями обследования пациентов. То есть где пациентов чуть лучше обследуют, там меньше метастазов безвыльно-первичного очага, и где чуть хуже, где более ограниченные возможности для обследования, там, где, например, есть государственная система здравоохранения, в таких странах, как Англия, допустим, или Швеция, вероятность диагностики метастазов безвыльного первичного очага выше. Вот в Англии и в Уэльсе в 2010 году было диагностировано более 100 тысяч, более 10 тысяч случаев метастазов безвыльного первичного очага. И смертность оказалась на четвертом месте среди всех злокачественных опухолей. Вот 2006 год, 2,7% заболеваемость, и интересно, что женщин в Англии оказалось больше, чем мужчин. При этом однолетняя выживаемость в Англии и в Уэльсе с 91 до 2006 года оказалась крайне плохой. Всего 16%, а пятилетняя выживаемость 8%. При этом они сами отмечают, что нет динамики по улучшению выживаемости за последние 5 лет. Шведский раковый регистр ведется с 1960 года по настоящее время. Мы видим, что заболеваемость находится в районе 10 на 100 тысяч населения, почти в 2 раза больше, чем в Америке. По всей видимости, это связано с тем, что они включают в том числе, помимо эпителиальных опухолей, еще и метастазы саркомы, меланомы и другие варианты, герминогенные опухоли, которые зачастую дебютируют без первичного очага. Мы видим, что в последние годы наблюдается стойкое снижение заболеваемости, то есть все-таки улучшение качества обследования имеет место быть, и женщин немножко больше, чем у мужчин. В Швеции среди мужского населения это заболевание, эта группа заболеваний находится на 10 месте, а среди женского населения на 7 месте. При этом, если мы посмотрим кривые выживаемости, то они тоже из рук вон плохие. Мы видим, что около 20% только пациентов переживают год, а к 5 годам цифры вообще плохие, это менее 10%. И динамики в зависимости от периода диагностики, к сожалению, нет. Если мы посмотрим в зависимости от возраста, то мы видим, что у молодых пациентов, которые младше 30 лет, однолетняя выживаемость существенно лучше, чем у пациентов более старшей возрастной группы, это порядка 70%, а 5-летняя выживаемость в районе 40%. При этом, если мы посмотрим гистологические варианты, то плоскоклеточный рак, если метастазы плоскоклеточного рака, то это существенно лучше, чем метастазы аденокарциномы. Вот какие варианты, если произошла аутопсия, то где чаще всего располагалась первичная опухоль? Мы видим, что чаще всего это легкая поджелудочная железа, реже другие органы, например, рак молочной железы встречался только в 2% случаев. Опять-таки здесь с этим можно спорить, но вот это американские данные, которые они представляют по данным аутопсии. Коды диагнозов. Как мы кодируем эту проблему? У нас есть 4 кода, куда мы направляем этих пациентов. Ну, С77 это метастазы в лимфатические узлы, причем вне зависимости от их локализации. Вот здесь вот перечислено, куда могут быть метастазы. С78 это поражение двух систем метастазами, это пищеварительный и дыхательный, то есть что чаще всего? Это печень и легкие. С79 это поражение других органов висцеральных за пределами пищеварительной и дыхательной системы. И С80 это злокачественная опухоль без указания очага поражения, то есть это вообще канцероматоз, генерализованный рак, множественный рак и даже злокачественная кахексия. Это международная классификация кодировки, то есть мы видим, что даже в этой классификации присутствуют такие вещи, как, например, злокачественная кахексия, когда рак не установлен в принципе, а пациент, врачи думают, что рак все-таки имеет место быть. Какие основные проблемы отмечают англичане для диагностики и лечения раков метастазов безвыльного первичного очага? Ну, во-первых, это отсутствие до сих пор согласованного определения этой группы заболеваний. Нет системы, чтобы быстро идентифицировать пациентов и обеспечить раннее участие специалистов. Отсутствие эффективных механизмов по проведению начальных этапов диагностики. Неопределенность относительно различных диагностических тестов, недостаточное число онкологов, особенно экспертных онкологов, которые могли бы подсказать, как действовать в том или ином направлении. Неопределенность относительно оптимальных методов лечения. Отсутствие адекватных эпидемиологических данных. Мы видим, насколько они разнятся даже в развитых странах мира. Я уж не говорю о странах малоразвитых. Гетерогенность заболевания. Она также приводит к тому, что практически нет клинических исследований в этой группе заболеваний, потому что не очень понятно, как эти исследования придумать, чтобы они включали тех или иных больных. Тем не менее, англичане очень интересно пытаются классифицировать и разделить этих пациентов по степени обследовательности. Обследование. На первом этапе, если просто заподозрена опухоль из неопределенного первичного очага. Как называемый provisional cancer unknown primary. То есть, когда первичный врач или первичная онкологическая служба не знает диагноза, но больной еще толком недообследован и даже еще не была взята биопсия. Если уже была взята биопсия, диагностира эпителиальная или нейроэндокринная опухоль метастатическая, при этом еще не было консилиума или не было онкологов, то это так называемая предполагаемая карцинома безвыленного первичного очага, что требует дальше дополнительного обследования, участия экспертных врачей, участия консилиума и после проведения иммуногистохимии, подобного консилиума и дополнительного обследования, если тем не менее все равно не удается найти первичный очаг, тогда уже так называемая confirmed карцинома unknown primary, то есть подтвержденная рак безвыленного первичного очага, что очень важно, потому что на каждом из этапов эти пациенты, может быть выявлен первичный очаг и пациенты перейдут совсем в другую группу. И вот самой сложной, конечно, остается группа, когда действительно первичный очаг выявлен не был. Самое интересное, что представим себе наше обследование, наши возможности обследования в 60-х, 70-х годах, они были намного меньше, чем мы имеем сейчас. Поэтому те пациенты, которым мы ставим диагноз метастазы были первичного очага в настоящее время, это совсем другие пациенты по сравнению с теми пациентами, которые были 20-30 и тем более 40 лет тому назад. Но при этом самое интересное, что цифры статистики по выживаемости, они все равно остаются достаточно плохими. Минимальный объем обследования. Я не буду его весь перечислять, он вот здесь записан. Тем не менее, очень важные, например, пункты, которые обычно могут пропускаться, например, при изменениях в костях безвыльного первичного очага. Если нет в структуре онкологического подразделения или поликлиники или больницы, нет гематолога, то зачастую нет скрининга на мейлому, которая может симулировать метастазы рака безвыльного первичного очага, и это может быть пропущено, и пациент долго проходить, избыточно долго проходить обследование. Гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия. Например, англичане рекомендуют делать только если есть жалобы. На мой взгляд, сомнительное предположение, потому что понятно, что если жалобы есть, это просто, но если жалоб нет, то тем не менее, все равно зачастую мы выявляем именно в этих органах первичный очаг, и мы должны это делать в качестве скрининга. Компьютерная томография есть и остается, и будет еще длительное время золотым стандартом поиска первичного очага. Маркеры у мужчин ПСА, у женщин СА-125, альфа-фетопротеин, хорионический гонадотропин при расположении метастатических лимфоузлов под так называемые срединные линии тела, это медиастинальные, забрюшинные лимфоузлы. У зеичек, ну и, конечно, основное, это биопсия и морфологическая верификация, в том числе иммуногистохимия. Какие дополнительные обследования? Они могут быть различными. Вот здесь я собрал в одной таблице, какие опухолевые маркеры и на что они могут указывать. Ну, конечно, альфа-фетопротеин и хорионический гонадотропин у мужчин при метастатическом поражении, особенно быстро текущем, когда в легких виде теннисных шаров метастазы, очень быстро подсказывают, что надо взять эти маркеры, потому что может быть герминогенная опухоль несеменомного типа. Иногда это встречается и у женщин. Недавно у нас была подобная пациентка, где нам удалось буквально за несколько часов поставить диагноз и найти первичный очаг. Альфа-фетопротеин обладает также высокой специфичностью у пациентов с метастазами либо первичным поражением печени. Специфичность достигает 95%. Простат-специфический антиген. Написано 85-90%. Но с чем это связано? В первую очередь с тем, что невысокие цифры ПСА могут наблюдаться, особенно у пожилых мужчин в норме на фоне воспалительных заболеваний. Кроме того, наличие у мужчины ракопредстательной железы у пожилого не исключает наличие метастазов рака без первично выявленного очага какого-то другого. То есть первичная синхронная множественность вполне допустима, поэтому уровень ПСА не может служить основанием для того, что мы уверены, что это именно метастазы ракопредстательной железы. Кишечные маркеры, раковые эмбриональные антигены СА19-9 не обладают высокой специфичностью, тем не менее они могут подсказать, где искать, если мы имеем характерную клиническую картину. С100 может подсказать о меланоме и СССИ, о том, что это могут быть метастазы рака шейки матки, допустим, в паховые лимфатические узлы. Отдельные обследования в различных группах. Если мы имеем изолированное поражение подмышечных лимфоузлов, обычно маммография этой женщине уже выполнялась, но оказалась по какой-то причине не диагностической. В этой ситуации необходимо выполнить МРТ молочных желез и зачастую удается диагностировать первичную опухоль, которая анатомически может быть расположена неудачно для маммографии. При поражении шейных лимфатических узлов, конечно, это дополнительное эндоскопическое обследование миндалин и вообще лимфатических органов водельного кольца. Сейчас на Западе рекомендуют делать ПЭТ-КТ-исследование, а также билатеральную тонзилоктомию или унилатеральную тонзилоктомию и биопсию язычной миндалины. При метастатическом гидротораксе и асците, это понятно, торакоскопия, лапароскопия с биопсией. И вот какие основные клинические модели рака безвыльного первичного очага на сегодняшний день существуют. Одна из частых моделей, часто встречающихся групп, это метастазы в лимфатические узлы шеи, плоскоклеточного рака. Это постепенно растущая группа больных. То есть количество пациентов с этой как раз подгруппой, оно в последнее время растет. И это объяснимо, потому что это так называемый HPV, ассоциированный плоскоклеточный рак, чаще всего который исходит из миндалин нёбных или язычной миндалины. В силу особенности кровоснабжения этих лимфоидных органов первичная опухоль может быть крайне мала и пропущена даже при гистологическом исследовании. Но при этом она уже способна к локальному метастазированию в первую очередь. Это потенциально излечимые пациенты химиолучевым методом или хирургическим методом. Поэтому, конечно, эта группа является благоприятной, и мы должны к ним крайне активно относиться и активно их лечить. При этом пятилетняя общая выживаемость доходит до 70% в случае использования химиолучевой терапии и хирургического иссечения лимфатических узлов. Метастазы аденокарциномы в подмышечные лимфатические узлы. Более 90% пациентов с этой нозологией это женщины, и практически всегда имеется фенотип того или иного варианта рака молочной железы. При отсутствии отдалённых метастазов подход к лечению должен соответствовать N-позитивному раку молочной железы, то есть это вторая либо третья стадия. Но при этом остаётся абсолютно неясным, мы много раз дискутировали у нас на больничном консилиуме, а нужно ли этим женщинам выполнять мастектомию с ипси латеральной стороны. Мы, безусловно, представляем, что, наверное, рак развился оттуда. Нужно ли удалять орган в этой ситуации? Этот вопрос остаётся неясным, здесь нет единого мнения нигде. Какая выживаемость у больных с метастазами в подмышечные лимфатические узлы? Мы видим, что она достаточно высокая, то есть фактически она эквивалентна второй или, наверное, в большей степени третьей стадии рака молочной железы. Мы видим, что это порядка 40% десятилетняя выживаемость у этих женщин. Метастазы в паховые узлы. Чаще встречается плоскоклеточный вариант, чем аденокарцинома. При этом плоскоклеточный рак имеет существенно лучший прогноз. Первичным источником чаще всего являются наружные гениталии и анальный канал, реже шейка матки, эндометрии, яичники. Иногда это может быть первичная опухоль кожи ног. И встречаются метастазы, так называемые карциномы Меркеля без выявленного первичного очага. Хирургическое лечение в сочетании с лучевой терапией или химией лучевой терапии может привести к излечению значительной части этих пациентов. Если мы посмотрим кривые выживаемости по данным шведов, то при метастазах плоскоклеточного рака в паховые лимфатические узлы, в общем-то неплохая выживаемость, которая находится на уровне где-то 60%, даже 10-летняя выживаемость. Солитарные метастазы в различные органы. Не часто встречается, и тем не менее это могут быть, причем могут быть самые неожиданные гистологические группы. И, конечно, оптимальным является при наличии солитарных метастазов это хирургическое лечение. Причем хирургическое лечение желательно должно быть радикальным. Понятно, радикальным для этого конкретного метастаза. А вот проведение химиотерапии, нужно ли ее делать или нет, это вопрос на сегодняшний спорный, он открытый, никто не знает, как тут правильно поступить, и все зависит от гистологического типа и варианта опухоли. Иногда проводится лучевая терапия, если невозможно опухоль удалить, или операция была условно-радикальной, скажем так, циторедуктивной по местному распространению. Метастазы в головной мозг. Одиночные метастазы, конечно, оправданно хирургическое лечение, это одновременно позволяет уточнить и гистологический тип опухоли. В зависимости от морфологии опухоли уже может быть добавлено или не добавлено тот или иной вариант лекарственной терапии. При множественных метастазах обязательно необходима стереотоксическая биопсия, если удалять не собираемся, потому что стереотоксическая биопсия позволяет отделить между собой, в том числе иногда и неопухолевые заболевания, или, например, лимфому первичную головного мозга, который имеет совершенно другой прогноз и другое лечение. Ну а наиболее часто встречаются метастазы в головной мозг, это метастазы рака лёгкого, реже меланома, но и совсем редко другие опухоли. Множественные метастазы в лёгкие. Это очень гетерогенная группа. Здесь проводится дифференциальный диагноз с неопухолевыми заболеваниями и с различными другими вариантами опухоли. Это могут быть и метастазы меланомы, саркомы, лимфомы, герминогенные опухоли. Совсем редкие варианты встречаются, каких-то редких сарком. Нет общепринятой тактики ведения этих пациентов. И тактика зависит от морфологии. И статистики по этой подгруппе вообще не существует из-за её крайней гетерогенности. Ещё одна группа, которая нередко встречается в нашей практике, это так называемые метастазы Крукенберга. Или метастазы в яичнике без выявленного первичного очага, при этом с наличием поражения брюшины или без него. Дифференциальный диагноз в первую очередь проводится с раком яичников. Но интересно, что зачастую эти пациенты диагностируются как первичный рак яичников. И они получают лечение именно как первичный рак яичников 3-й, 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 4-й стадии. Но растущая опухоль, либо выполненная циторедуктивная операция позволяет усомниться в том, что лечение было правильно, и больные переходят из имеющегося диагноза, наоборот, в метастазы без выявленного первичного очага. Чаще всего это перстневидно-клеточная морфология опухоли, и первичная опухоль чаще расположена в желудке, конечно, у этих пациенток. Но в силу особенностей течения заболевания, к сожалению, не удается диагностировать первичную опухоль. И пациенты очень долго, либо всю жизнь до смерти, либо очень долго так и остаются с неизвестным первичным очагом. Реже встречаются метастазы колоректального рака. Ну, метастазы колоректального рака или аппендикса встречаются чаще всего, если невозможно адекватно выполнить пациенту колоноскопию по тем или иным причинам. И тогда их не находят, и зачастую через месяцы или даже через годы, когда наступает кишечная непроходимость, а ранее не было выполнено, как положено, колоноскопия, эти пациенты переходят из одной группы в другую. И редко встречаются другие варианты, ну вот чаще других немножечко встречается дольковый рак молочной железы, при этом он имеет несколько лучший прогноз, чем остальные. Метастазы нейроэндокринной опухоли, низкой степени злокачественности. Еще одна очень интересная подгруппа, которая имеет индолентное течение. Здесь могут быть диссеминированные больные в различные органы метастазы. При этом первичная опухоль тоже, она зачастую крайне мала, и ее не удается диагностировать. Причем очень важно перевести дифференциальный диагноз между НЭТ низкой степени злокачественности и НЭТом высокой степени злокачественности. Я думаю, Никита Александрович на этом потом еще остановится. При этом низкая степень злокачественности подразумевает практически полную неэффективность химиотерапии, либо ее очень низкую эффективность. А пациенты живут существенно дольше, чем при НЭТах высокой степени злокачественности, где химиотерапия вроде бы чуть более эффективна. И, конечно, у этих пациентов оправдано хирургическое лечение, даже циторедуктивные операции, потому что опухоль растет медленно, и пока она дорастет, чтобы убить пациента, проходит довольно много времени. Иногда, лишь иногда встречается карциноидный синдром. Вот такой вот краткий алгоритм поиска, который сегодня мы имеем. Это клиническая картина, первичное обследование, биопсия. Если мы подозреваем тот или иной гистологический тип, мы ищем первичный очаг. Если он найден, соответственно, пациент переходит совершенно в другую группу и лечится в соответствии с первичным очагом. Если первичный очаг не найден, то нам крайне важно определить, это благоприятная группа или неблагоприятная. При этом, если это благоприятная группа, пациент может получать лечение, а если это неблагоприятная группа, то требуются дополнительные методы обследования. Если первичный очаг заподозрен, соответственно, лечение идет по направлению с вероятным первичным очагом, а если первичный очаг так и не заподозрен, то лечение идет в соответствии с клинической картиной или эмпирически. Здесь перечислены благоприятные формы метастазов безвыльного первичного очага – это, конечно, экстрагонадные герминогенные опухоли, преимущественное поражение лимфатических узлов, это плоскоклеточные раки в лимфатические узлы, как шеи, так и паховые лимфатические узлы, это изолированное поражение подмышечных лимфоузлов у женщин, которые подходят к терапии рака молочной железы. Перитениальная сирозная карцинома у женщин, ее зачастую так и относят в классификации и в клинических исследованиях, что это вариант рака яичников, хотя яичники могли бы быть удалены ранее или быть интактны, но тем не менее лечится это одинаково. Нейроэндокринная карцинома low-grade, понятная терапия карциноида и солитарные поражения, где может быть эффективно хирургическое лечение и сайт-специфическая химиотерапия. А вот неблагоприятные варианты – это аденокарциномы в основном, это аденокарциномы в печень или другие органы, это злокачественные асциты метастазы Крукенберга, непапиллярные аденокарциномы, множественные метастазы в головной мозг, множественные метастазы аденокарциномы в легкие и плевру и множественные метастазы аденокарциномы в кости, фенотип которых не является фенотипом рака молочной железы или рака предстательной железы. Что изменилось за 10 лет? Иммуногистохимия. В 1999 году ее еще было мало и она практически не помогала лечить. Сегодня это основной метод, который позволяет направить большинство пациентов врачу, как его лечить. Молекулярный профиль. В 1999 году фактически его не было. Сегодня он помогает во многих случаях и он комплементарен иммуногистохимическому исследованию. Первичный очаг. Заподозренный на основании комплексных данных. В 1999 году это все-таки редко удавалось. Сейчас у большинства пациентов. Эмпирическое системное лечение. В 1999 году при многих опухолях еще фактически химиотерапию не проводили. Например, при раке желудка или при раке поджелудочной железы. Зачастую при раке легкого. Сегодня у большинства пациентов с этими нозологиями проводится эмпирическое системное лечение. И оно может быть адаптировано и к лечению метастазов безвыльного первичного очага. Но что одинаково, что 15 лет назад, что сегодня, что клинических исследований как не было, так и нет у больных с метастазами безвыльного первичного очага. А вот как очень красивый слайд из New England Journal of Medicine, как развивалась классификация раков безвыльного первичного очага за последние 30 лет. Мы видим, что плохое обследование и лечение, основанное в основном на ограниченной гистологии или иммуногистохимии. При этом было мало эмпирической терапии. Это 80-е и 90-е годы. 90-е и 2000-е улучшенное обследование. Широкая относительно иммуногистохимическая панель и эроэмпирическая терапия. Но мы видим, что количество пациентов несколько уменьшается. В 2000-е годы уже отличная техника обследования, очень широкая иммуногистохимическая панель, появление молекулярного профиля помогает адаптировать уже лечение пациентов к тому или иному варианту, скажем так, тканевого происхождения опухоли. И в наше время развивается фактически новая классификация метастазов рака безвыльного первичного очага, которая основана на тканевой принадлежности. Хотя, конечно, остаются так называемые неклассифицированные случаи, порядка 20%, но основное это индивидуализация лечения. В заключении, что я хочу сказать, что метастазы рака безвыльного первичного очага остаются частым событием в онкологической практике. По-прежнему высокая смертность. Полноценное обследование и исследование опухоли позволяет привязать большинству пациентов к возможной первичной опухоли. Удается выявить благоприятные прогностические группы, где имеется значительный процент излеченных пациентов и длительные ремиссии. Неблагоприятные группы остаются предметом поиска оптимального лечения. Сегодня оно пока, к сожалению, не разработано. И отсутствие клинических исследований в этой области, конечно, тормозит развитие подходов и технологий и определяет значительный субъективизм в тактике лечения этих пациентов. И еще, что я хочу добавить, пришлось много искать в литературе данных и статистики и прочее. Сегодня я почему-то утром вспомнил, что я вообще не искал даже отечественную статистику, просто ее даже не смотрел. И подумал, мне будет задан точный вопрос, а где же отечественная статистика? И быстро полез в интернет смотреть справочник Каприна Старинского, что же у нас 222 страницы после C73 рак щитовидной железы, идут сразу злокачественные лимфомы. Ни одной табличной информации, посвященной метастазам безвредного первичного очага, к сожалению, в таблицах и в тексте, при быстром просмотре, правда, но я думаю, что он был правильный, мне найти не удалось. Так что упреждаю вопрос относительно нашей статистики. По всей видимости, мы ее толком не имеем. Или она будет очень относительная. Спасибо. Спасибо, Даниил Львович. Ну, по-видимому, учитывая, что мы клинические случаи убрали, Даниил Львович... Еще они будут в конце. Понятно. Уложился. И у нас осталось достаточно времени на вопросы и на дискуссию. Основной и очень интересный доклад, который Даниил Львович, он, конечно, проделал колоссальную работу и представил нам. Последние данные мировые. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, Даниил Львович. Спасибо, Даниил Львович. У меня такой вопрос. Как часто нужно все-таки последующим, поскольку эти больные живут относительно долго, проводить поиск и в каких объемах? Есть такие рекомендации? Вопрос очень хороший. И, конечно, пациенты, даже после того, как мы их полностью обследовали, уверены, что мы их качественно обследовали, зачастую многие остаются без диагноза, как метастазы без первичного очага. Они получают лечение. Многие имеют ремиссии, долго живут. И у многих раки таки выявляются первичные. У некоторых нет. А у некоторых выявляются. И, конечно, при каждом следующем прогрессировании мы должны снова и снова искать возможный первичный очаг. Это может нам помочь с точки зрения подбора правильной терапии. И самое главное, что со временем меняются наши воззрения на те или иные патологии, которые раньше мы считали их одними и были уверены, что это абсолютно правильно. Проходят годы, мы выясняем, что, оказывается, мы сильно заблуждались и наши взгляды меняются. Поэтому, конечно, мы должны подвергать этих пациентов обследованию. Но в качестве такого хорошего, может быть, примера наше восприятие перстневидно-клеточных раков желудка, допустим, после рака молочной железы у женщин. Когда мы были абсолютно уверены, ну а какой еще рак чаще всего встречается в желудке, как не перстневидно-клеточный? Теперь мы знаем, что зачастую это метастазы долькового рака молочной железы в желудок. И мы совершенно по-другому воспринимаем этих пациентов. Еще лет 5-7 назад я, например, даже об этом практически не знал и не сомневался в правильности лечения их схемами химиотерапии, например, как для рака желудка. Поэтому мы должны все время ревизовать свои представления, потому что они меняются со временем. И искать первичный очаг. Это может помочь. Пожалуйста, еще вопросы. Я хотел бы маленькую ремарку. Хотел бы заострить внимание аудитории на первых слайдах, которые показал Данила Львович, касаемых американской статистики. Если судить по абсолютным цифрам, то на самом деле заболеваемость достаточно высока. Если я не сильно путаю цифры, она практически столько же, сколько приболезет Зене Хочкина в первые выявленных. Сумасшедшее количество больных. 4 на 100 тысяч населения. Причем американцы, они изолируют, это только эпителиальные опухоли, подчеркиваю. Потому что здесь есть гетерогенность в статистических отчетах. Европейцы зачастую включают, там те же шведы, не только эпителиальные опухоли, но и первичные герминогенные опухоли, метастазы сарком, метастазы меланомы. То есть объединяют в одну группу. Американцы, англичане говорят, что метастазы unknown primary – это эпителиальные опухоли. То есть рак, плоскоклеточный, аденокарциномы, недифференцированный и карциноид. То есть только вот 4 этих гистологических по типу. Поэтому здесь статистика очень вариабельна. Но тем не менее это много пациентов. Если на Англию с Уэльсом приходится 10 тысяч в год, это много. Пожалуйста, Игорь Евгеньевич. Действительно, спасибо за очень интересное сообщение. У меня вопрос касательно эмпирической терапии. Скажите, пожалуйста, две части. Первое. На каких принципах Вы основываете начало эмпирической терапии? На что Вы ориентируетесь? На статистику? Какие схемы Вы используете? Исходя из статистических данных, потому что у Вас же нет диагноза, получается. И второе. Может быть, или есть статистика, или если нет, может быть, из Вашего опыта. Какое время проходит от начала обследования больного до принятия решения, что всё обследование прекращается, больше нечего искать, больше нечего пересматривать препараты. Мы начинаем вот эту эмпирическую терапию. На первый вопрос мне бы не хотелось отвечать, потому что сегодня у нас будет доклад Сергея Львовича Гутерова, посвященный как раз именно терапии метастазов без выявленного первичного очага. Буквально два слова. Эмпирическая терапия имеется в виду какая-то усреднённая химиотерапия, которая при метастатической болезни, где невозможно локальное лечение, должна быть назначена. Сегодня этот подход постепенно уходит в прошлое. То есть существуют схемы, они стандартные, они достаточно простые, реализуемые, недорогие, но этот подход уходит. Сегодня это уже неправильно лечить больных, просто эмпирически, не основываясь на ткани. Это раньше считалось, что какая разница, что мы дадим, потому что в жизни всё равно одинаковая, она плохая. И на второй вопрос я не знаю, как ответить, потому что очень гетерогенные группы, что раньше, что позже, больные с поражением внутренних органов, естественно, дольше доходят до диагноза, чем пациенты, которые имеют поражение наружной локализации. Какой-то статистики, как быстро они приходят к врачу, здесь нет. Опять-таки, потому что это зависит от систем здравоохранения. Чуть быстрее это приходит в Англии, в Германии, по крайней мере, вот в американских публикациях у них больше прослеживается, что пациенты быстро доходят до терапии. А, например, в Англии или в Швеции они достаточно долго, потому что государственная система, длительные очереди, и многие пациенты, к сожалению, оказываются инкурабельны уже к моменту, когда уже диагноз близок. И вот проблема пожилых людей, она очень велика, потому что или пациенты не доходят, или им невозможно взять биопсию по тем или иным причинам, и они сбрасываются в эту корзину, как метастазы безвизионной привычной, хотя на самом деле, конечно, там первичный очаг при более детальном обследовании мог бы найден. И очень варьируется от локализации метастазов и от возможностей клиники взять ту или иную биопсию и получить гистологический и вообще морфологический диагноз. Какой-то универсальной статистики здесь нет. Данил Ильич, скажите, пожалуйста, а вот в эту статистику зарубежную, 4%, попадают больные, у которых морфологически не был подтвержден диагноз, а только на основе данных обследований, ну скажем, физических методов, ПЭТ и так далее, или сюда вошли только те, у которых морфологически подтвержден диагноз? Значит, в американскую статистику 4,1 на 100 тысяч населения входят пациенты, имеющие и морфологически верифицированный диагноз, и четверть из них не имеет морфологически верифицированного диагноза. То есть только у трех четвертей, то есть у трех на 100 тысяч населения удается морфологически верифицировать, у одной на 100 тысяч населения, по крайней мере в Америке, не удается морфологически верифицировать опухоль. Объективные и субъективные причины здесь есть. И сложности диагностики, и коморбидность возраста и так далее, они препятствуют возможности установить диагноз. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросы есть? Пожалуйста, Сергей Николаевич. Вопрос в том, что в поисках первичного дега продвинуло ли оно решение проблемы? Вопросы отчасти продвинуло. Некоторые маленькие опухоли, в первую очередь орофарингеальной зоны, могут быть диагностированы ПЭД. Хотя и здесь есть спорность этого утверждения. Потому что зачастую воспаление иногда у этих пациентов воспринимается как опухоль. И потом мы идем по ложному следу. И тем не менее ПЭД-КТ, по крайней мере, рекомендовано у пациентов с метастазами рака безвыльного первичного очага в лимфатические узлы шеи. Теоретически ПЭД-КТ может заменить золотой стандарт, это компьютерную томографию трех зон, то, что мы имеем. Но мне кажется, профессор Синицын об этом расскажет лучше, потому что у него доклад, посвященный как раз роли тех или иных методов диагностики. Пожалуйста, еще вопросы. Иссякли. Спасибо. Значит, ну давайте посоветуемся. Значит, у нас тут еще, возможно, дискуссия предусмотрена. И поскольку мы опережаем...